И поехали с рецептом. Наш первый шаг. Оливковое масло в сковороде или вот в кастрюльке такой поглубже. У меня полтора килограмма говяжьего фарша, 15-20% жирности, минимум 10. Оливковое масло само собой. И сейчас будем пожаривать наш фарш. Для этого понадобится чеснок и лук. Это первое. И наш фаршик с лучком и чесночком поджариваем на среднем огне до полной готовности. Пожалуйста, постоянно мешайте его, чтобы он не превратился в большую котлету. И никакой крышки, чтобы не вышла вся жидкость. Давай, Су-Шеф, давай. Все правильно, ребята. Разогреваем духовочку где-то 200-220 градусов. Су-Шеф очень большой помощник. Все правильно делает. 200-220 градусов. И берем глубокую форму для выпекания. Наша форма достаточно глубокая. Насколько глубокая у меня здесь есть на этой кухне. И наш фаршик через дуршлаг. Да-да, ребят, чтобы не было лишней жидкости. Очень важно в этом рецепте отсутствие лишней жидкости. Выкладываем. Вот такая красота. И здесь на этой стадии можно уже посолить и поперчить. И затем сверху наносим щедрый слой маскарпоне. У меня будет вся вот эта пачка. 250 грамм сверху вымазана слоем. Лайфхак. Когда маскарпоне холодный, он очень тяжело размазывается. Поэтому его в идеале можно вот так прям выложить. И он на горячем фарше чуть-чуть нагреется. И тогда его можно растянуть, и это все не превратится в кашу. Или просто оставить на кухне минут на 20-30. Он наберет комнатную температуру и будет прям идеально. Идеальный слой маскарпоне. Нанесем под ним слой перчика и соли немножечко. А теперь мы берем томаты и нарезаем их слайсиками тоненькими. И выкладываем ровненько. Наши помидорчики идеальным слоем легли сверху на маскарпоне. И сейчас нам нужен твердый сыр, который... Сушев! Сушев! Сушев, отдай сыр! Сушев! Значит, нам нужен шкодный сушев. Нам нужен, значит, твердый сыр. Сейчас нанесем сверху слой. Вот он, недавно украденный слой пармезана. Твердый сыр. Можно заменить на любой другой твердый сыр. И сверху мы выкладываем вот такие огурчики. Маленькие корнишончики нарезанные. Прям вот так вот берем ручкой и засыпаем красиво, чтобы было равномерно. И далее к следующему слою. Так, наши огурчики на месте. Красота, слой выложен. И здесь что? Огурчик? Боня, ну давай. Таможня дает добро. Забирай. Вкусненько тебе. Сушев подъедает. Все. Так, и следующий слой у нас идет моцарелла. Мягенький сырочек. Всегда идет сверху, ребята. И пиццы. Где вы, чтобы вы не готовили. Мягкий сыр всегда идет. Табуня, ну на, ну на, на, на. Все, пожалуйста, помощник. Иди, иди помощник. И аккуратненько распределяем наш мягкий сырок. У меня еще одна упаковка есть. И потом в духовку. Так, ставим, 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 ставим эту красоту. В духовку на 220. Закрываем. Фактически там нет ни одного не готового ингредиента. Поэтому ему готовится, пока расплавится сырок и станет золотой корочкой. Не нужно его пережаривать. Нам нужно сохранить сочность мяса. Хо-хо-хо-хо. Идеально, ребята. Вот такая корочка получается у нас только от моцареллы сверху. От твердого сыра не получается. Давайте сейчас достаю из духовки. Очень горячее. Посмотрим, что у нас слышно. С пылу, с жару. Смотрим. Наша лопатка сейчас. О-о-о-о. Так, красота. Классическая. Подходящая под кетов, под вообще любой тип диеты, где доминируют жиры. Блюдо, которое будет держать вас сытым долго-долго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. Сок. Немного жидкости. Все осталось в мясе, ребята. Какая красота. Господи. Завтрак у меня будет, я думаю, минут через... Да не минут, я думаю, будет часа через 2-3, наверное. Потому что сейчас... Сколько у нас? Включись, часы. Давай, включайся. Сейчас 7. Кушать буду часов в 9. Завтракать. В общем, всем спасибо, кто смотрел рецепт. Было круто.